Тришинский некрополь является одним из немногих сохранившихся исторических объектов нашего города. Фактически вся история Бреста застыла именно в этом месте. Первые захоронения были сделаны здесь еще в 16 веке. Долгое время местными органами власти совместно с архитекторами Бреста обсуждался вопрос включения объектов в список исторических ценностей. Полтора месяца назад Тришинскому кладбищу присвоен новый статус – статус историко-культурной ценности. Статус историко-культурной ценности уже предполагает то, что данный объект не может находиться в том состоянии, в котором сейчас находится. Давно уже ведутся разговоры о том, чтобы сделать из этого объекта объект, подобный тем, который во Львове, например, Лучаково, Ваганьковское кладбище известное в Москве. То есть очень много таких объектов. Тем более, что люди здесь покоятся, благодаря которым наш город вписал немало славных страниц в свою историю. Привлечь общественность города по максимуму, сделать организацию акций по облагораживанию городских территорий – необычная отчетная галочка. Новым стартом дальнейшей предстоящей работы по благоустройству Тришинского некрополя. Такие цели преследуют как организаторы инициативы, так и просто неравнодушные жители Бреста, пришедшие на добровольный субботник. Нашей организации сегодня, наверное, как главным, основным организатором, очень важна помощь всех структур – молодежи, комсомольцев, ветеранов, предприятий. Потому что всем миром, так скажем, мы должны в ближайшее время подготовить это кладбище и действительно его привести в порядок. Здесь очень много нужно привести работы и физический труд. Здесь нужен сегодня каждого человека и гражданина, и будем приглашать и жителей города Бреста. И эти акции, они… важно, чтобы не несли какой-то хаотичный порядок, а это была спланированная, ежегодная, продоемкая работа и принял участие каждый, кто желает. Здесь у нас проходит акция «Молодежь за чистый город». Ну, я думаю, это им будет полезно не только как учащимся, но и понять, что такое работа, чтобы они понимали, что им нужно учиться. Мы часто участвуем в разных акциях по уборке какой-то территории, где-то что-то нужно как-то убрать, помочь. Я считаю, что это важно. Сегодня уже разработана концепция работы по облагораживанию территории Тришинского кладбища. Задача не ставится полностью все отреставрировать и сделать новодел. Лоск такой? Да-да-да. Нет-нет, самодолжение быть организованной запущенности. То есть, каждое надгробие требует своего подхода. То есть, эта программа рассчитана на десятилетие, если она будет принята. Это не сразу все один наскоком. Тут подход должен быть сохранить аутентик. Чтобы дошел он, чтобы человек приехал и потрогал тот надгробие, которому 200 лет, а таки есть у нас надгробие. А это значит, что в ближайшие 10 лет на Тришинском кладбище планируются большие перемены, начиная с уборки, заканчивая полным сохранением некрополя.